Привет, зритель! Второй день в деревне. Я не хотела никому говорить, что я в деревне. Не хотела даже снимать, что я в деревне. Как я в деревне? Ну, так получилось, что... Что такое непруха? И как с этим бороться? Я была уверена, что привезла сюда баночку. Она поменьше, немножко другой формы. Но вот тогда какой сюрприз. Баночку заправки от своей бабушки из выдр. Борщевая заправка была. Подарили мне баночку борщевой заправки. Я думаю, приеду в деревню, привезу баночку борщевой заправки. Зафига, что туда щавеля, картохи. Вот у меня борщ со щавелем. Ну, увы, ах. Достаю, значит, баночку. Думаю, что же у меня пакет-то прилип слегка к этому. А он этот, как бы... Ну, мало того, что он прилип, она другой формы. Ну, холодная, понятно, из холодильника. И на ней написано, она другой формы, с другой крышкой, с другим наполнением. И на ней написано, крыжовник, 22-й год. Ну, 2022-й год. И вот из крыжовника, товарищ, борщ не сваришь. Ну, зато у меня тут две банки варенья. Короче, в общем, буду я сейчас так доделать. Я давно его не делала. Заодно яичко сварю. У меня вчера яичек дали. от домашних куриц. Из щавеля и картохи. Надо тогда побольше картохи взять. Супчик! Щавелевые щи. Хоть портенки полощи. Вспомнилась Маруся. Балушка, тут где-то еще, возможно, крапива молодая есть. Но она такая маленькая, что ее еще поискать. Короче, вот... То ли смеяться, то ли плакать. Я сюда кастрюльку свою привезла из города. Потому что кастрюлька отсюда уехала ко мне с медом, с воском. Вот этот-то тут молоденький медик. Уже настроили, рамочка просто сломалась. А там-то старенький медик прошлогодний. Это семейка, которая откинула копыта, а мед оставила. В общем, как-то так. Поэтому я решила, что сюда надо взять кастрюльку. Раста еще не готова сюда приехать. Я вчера гуляла, искала интернет. Точнее, связь, чтобы позвонить близким родственникам. СМС-ку там отправить. И нашла. Бубурки! Купавные. Купальница. Короче, цветы вот эти. Кот там рыжий вопит. Кошку вчера я научилась давать ему сдачи. Просидев два часа на березе. И перед этим дважды обусранная стар... Перед этим дважды ее посрали птички, когда она пыталась их поймать. Залеть она другую березу. Вот у нас эта кошка. Кошка укусила, но не прокусила меня за палец, когда я ее пыталась обезопасить от кота. Вот. Целых три минуты. Я наговорила, там птички поют. Но сейчас жарко довольно. Не то, чтобы супер жарко. 24 градуса в теньке. Я немного хотела на гамаке посидеть. Ко мне пчела прицепилась. Хоть я и в сетке была. Ну, пчела такая, она уже дважды ко мне отопляется. Пчела один раз я ее водой отпугнула, в другой раз я как-то от нее отморозилась. И по плану я в 11 должна была топить печку, но я решила, что дома 19 градусов на улице, 24. Печку я часов 5 вечера протоплю. Может, часа 3 еще и прокачусь. Тестова так. Ой. И хоть я вроде проснулась нормально, но ощущение, что я не выспалась. Суть-то была в том, что это крыровниковая варенья. И ближайший человек, который ко мне поедет, скорее всего, в субботу, а я тут до понедельника. Ну, ладно, прорвемся. Тут еще есть суп из пакета, если что. В итоге я нашла выход из ситуации. Короче говоря, у меня была какая-то замороженная колбаска сырокопченая, два вида. Я сюда привезла на всякий случай из морозилки. Из морозилки в морозилку. Я ее, значит, вспомнила про нее, достала ее, очистила картошку, порезала, скипятила чайник, зарела картошку с колбаской. Некоторую тоже порезала, а то там она оказалась неполноценно порезанная. Ну, залила это. Вот, у кошки теперь есть коврик, который в прошлом году я как-то пожалела его. Думаю, такой красивый, большой. А в этом году поняла, что лучше этот коврик, чем маленькая клееночка. И, в общем, залила водой, поставила покрышку пока что на плитку. Сейчас узнаем, что тут у нас. Вспомнила, что у меня... О, она уже подкипывает. Надо убавить. Она уже подкипывает. Надо, короче говоря, этот... Ну, что у меня есть еще зеленуха, помимо... Как звать-то? Щавеля еще есть. Ботва редиски, правда, казалось, только две редисины там осталось. Потом есть зеленуха, чеснока и лука. Еще петруха есть. Еще есть смесь лук, петруха и укроп в баночке с солью. Ну, как бы это... Не помру. Вот такой диетический супчик. Я ж тут типа худею или фигею. Вот. Так что счастье есть. Та-да! Истинно деревенский суп готов. Я туда еще сливочного масла кинула. Покрошила сейчас уже в тарелку зеленухи и лука, этого чеснока. Против окна нельзя снимать. Будет темно, либо засвет. Та-та-та. Короче говоря, еще этой петрухи. Говорила, что сливочного масла положила? Короче, повторюсь, если что, сливочного масла положила еще кусочек. Так, сейчас я соображу, где тут перевернуться. Вот он. Истинно деревенский суп. Колбаса крупными кусками порезана. Ну, это... Я подумала, если я не проникнусь в вареной колбасой, то я это... У меня есть кошка. А у меня есть еще тут кошки, которые местные кошки. У меня тут есть хлебушек. Меня им угостил близкий родственник. Еще в городе. Он еще мягонький, с ним еще все нормально. И он с клюквой. Ничего такой, хлебушек, короче. Вот у меня там еще в чашке есть молоко. Так как я сметану не привезла, кефир у меня еще не случился. Я сейчас по старинке, как делала иногда моя бабуся в детстве, капну сюда зацел молока. Вот щавеливающий заботой редиски. Тут у меня две редиски ровно. Усну их. С луком зеленым, укропом, петрухой. Это как вот заправка еще была. С картохой. Ну, щавеливающий обычно. Это вода, картоха и щавель. Раньше в детстве, и не совсем в детстве я варила. Наверное, в детстве. До 18 лет ты же еще ребенок. Так вот, в детстве я варила. Нравилось мне это есть. Вообще, тупо вода была, картоха вареная и щавель. Все. Ну, там сметанка. А иногда еще туда яйцо вареное кидала. Вот. Если это выложится на канал, значит, это съедобно. Да, зритель, если ты хочешь поддержать мой канал, где-то тут будут титры, поддержи Лельку. Если ждешь СМР, я его обещала в городе, но не успела записать, ну, приеду, запишу, может, здесь запишу. А вообще, если очень ждешь, то можешь тоже поддержать меня на бусте. Ибо там у меня снова 3 человека. Стало печально. Если хочешь обзоров жратвы вместе с СМРами, при этом любишь мунбанги, то можешь подписаться на третий уровень. Скажите, там 600 рублей в месяц, но за то и то, и другое, и третье бонусом. Ну, и, короче, это еще что-нибудь хочешь. Просто можешь сказать это в комментах. Я тебе сердечко поставлю. Руками сейчас не могу тебе показать, потому что я руками держу камеру. Но это как бы... Короче, вот. Наверное, такой вот спонтанный ролик. Типа пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok